Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. Первая тема – это проповедь Евангелия в Икании. В Икании они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. То есть качество их проповеди было таково, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. То есть иудеи начинают натравлять буквально на христиан язычников. И оказываются как бы в сговоре с идолопоклонниками против христиан. Вот это совершенно недопустимо, потому что иудеи поклонники – это те, которые придерживаются авадозора, то есть чуждого служения. Далее. Это показывает как бы уровень людей того времени, а они иначе не смогли бы уверовать. Между тем народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, имеются в виду вот эти идолопоклонники, язычники, а другие на стороне апостолов. Это те, которые уже приняли веру Христову. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, то есть до смерти, они, узнав о сём, удалились в Ли Каонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их. И там благовествовали. То есть они покидают местность Икании, только вот когда угроза их жизни, и переходят на другое место. Это было правомочно, потому что Христос говорил, если вас будут тут гнать в одном городе, идите в другой. Далее говорится о проповеди Евангелия в Листре и Дервии. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, отчего матери своей никогда не ходил». То есть он таким родился. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он в тот час вскочил и стал ходить. То есть не просто встал, вскочил и стал ходить. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, боги, боги в образе человеческом сошли к нам и назвали Варнаву Зевсом, а Павла Еремием, потому что он начальство условий». То есть местные жители приняли их за богов. И Павла назвали Еремией, это по-гречески «гермес», а по-латински «меркурий». Он считался вестником богов в языческой мифологии. По верованиям греков боги иногда сходили на землю беседовать с людьми и принимать участие в их делах. Варнава в сравнении с Павлом выглядел почтенным старцем, почему и был принят за Зевса. Павла же сочли за Гермеса, Меркурия, бог-посланник, поскольку Павел был, во-первых, моложе в Варнаве и чаще говорил от лица обоих миссионеров. Поэтому его назвали Гермием, то есть Гермесом, потому что он начальство условий. «Жрец же, жрец же, идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и привеся в венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение, чтобы почтить Павла и Варнаву. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и бросились в народ, громогласно говорили, мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных, то есть от ложных богов, к Богу Живому, который сотворил небо и землю, и море, и всё, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши». «И говоря сие, они, то есть Варнава и Павел, едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой». То есть мы видим, что Варнава и Павел очень решительно противостоят языческим суевериям. «Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Кании, пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них». То есть происходит активизация иудеев. «Говоря, они не говорят ничего истинного, а всегда лгут, а всё лгут. и возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». То есть его забрасывали камнями, и им показалось, что он уже умер. Побивание камнями это была такая сложная процедура. Сначала человека ставили на некую возвышенность и бросали головой вниз. Там могло быть больше двух метров такая возвышенность. А потом уже добивали камнями то, что осталось. И здесь мы видим вот эту ярость. «И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». А почему за город? За городом было всегда место, куда бросали умерших бродяг или преступников. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошёл в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию». То есть он встал и пошёл опять в тот же город. И только на другой день он удаляется с Варнавой в Дервию. «Проповедов Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно приходят в Листру и Канию и Антиохию». То есть они смотрят, а какие результаты. То есть мало прийти, проповедовать, крестить людей, надо через какое-то время вернуться и посмотреть, устояли ли эти люди в вере. «Они обратно проходили Листру и Канию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Пресвитеры избраны не общиной, как мы здесь видим, а апостолом, апостолами. Об этом также говорится в послании к Титу, 1.5. Поставление пресвитеров способствовало как бы упрощению новооснованных общин и обеспечивало их духовный рост и благоустройство. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфил и проповедов Слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией за дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что створил Бог с ними, как Он отверз дверь веры язычникам и пребывали там немалое время с учениками. Вот это такая удивительная интересная особенность, они всегда давали отчет. Всякий раз возвращаясь из какой-то сложной ситуации, не только Павел и Варнава и Петр это делают, они рассказывали, вот был там-то и там-то, произошло то-то и то-то, потому что они не считали, что это лично их миссия, это миссия церкви, и церковь должна была быть в курсе, что делали апостолы, то есть они отчитывались перед рядовыми верующими, будучи апостолами, они не считали себя выше всех остальных и жестко отчитывались очень подробно о том, что происходило там-то и там-то, научая и современных лидеров христианской церкви все время пребывать в общении со всем народом Божиим и держать перед ним отчет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok